По словам руководства ведомства, чаще всего горела трава в городе Рязани, где огнеборцы совершили 139 выездов. В Рязанском районе – 122 выезда и в Скопинском районе области – 90 выездов. В связи с жаркой и ветреной погодой органами местного самоуправления принято решение о введении особого противопожарного режима на территории 76 муниципальных образований с реализацией дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах. В этой связи хотел бы отметить, что данные населенные пункты, где и поселение введено особый противопожарный режим, вывешены на сайтах главного управления. Обратиться можно к поселению, уточнить данный вопрос. Также в средствах массовой информации это опубликовано. Сотрудники органов надзорной деятельности совместно с полицейскими, представители администрации муниципальных образований в ходе патрулирования жилых массивов выявили факты сжигания сухой травы. В результате к административной ответственности были привлечены 135 граждан. Общая сумма штрафов составила 77 тысяч рублей. На территории Рязанской области утвержден перечень 45 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров. То есть населенных пунктов, расположенных на расстоянии менее 100 или 50 метров от лесного участка в зависимости от этажности застройки. Кроме того, на территорию области в зону повышенной опасности от лесных пожаров попадает 20 садоводческих некоммерческих товариществ и 13 детских оздоровительных лагерей. Как рассказал Сергей Филиппов, правилами противопожарного режима вводится запрет на разведение костров, проведение пожарноопасных работ, а также сжигание стерни, отходов и мусора. Обращаясь к жителям города, Сергей Филиппов отметил, что сжигание сухой травы и разведение костров может привести к уничтожению сотен гектаров леса. Такие меры вводятся для того, чтобы избежать последствий 2010 года, когда в области полностью сгорели несколько населенных пунктов. За поджоги сухой травы виновные будут привлечены к уголовной ответственности.